максим а как вы тогда относитесь вот к идее чисто дивидендных портфелей то есть когда мы собираем портфель из акций главным образом то есть практически не думаем о капитализации а думаем о дивидендах чтобы получать пассивный доход вот так же регулярно может быть набирая акции которые в разные периоды платят дивиденды и вот таким образом выходить на пассивный доход и ну как вы к этому относитесь используете ли сами или же вы но сторонник вот какого-то баланса между дивидендами и ростом стоимости всегда когда возникает вопрос максим что-то выбираешь или или я говорю почему вы в принципе да то есть вот ментальность у нас в россии такая специфична что или или то есть вопрос из разряда купить сейчас доллары или остаться в рублях да это или или что мешает вам на 50 процентов купить рублей на 50 процентов остаться в долларах купить доллары и 50 процентов остаться в рублях когда мне человек задает вопрос как ты думаешь вот есть дивидендные истории есть история связано с тем что там целая стратегия в америке есть да там целый тиф выстраиваются дивидендные аристократы дивидендные короли и то есть показывают динамику этих компаний да по сравнению с другим ну там широким рынком снт 500 и как правило он их обыгрывает дело в том что вообще если мы говорим в широком понимании то когда вы покупаете акцию будь то дивидендная история или будь то компания роста то в этом случае если вы покупаете и концентрируетесь исключительно на акциях стоимости что такое акции стоимости это акции которые платят хорошие дивиденды то есть они уже большие это крупные компании не свободный денежный поток на реализацию инвестиционной программы в принципе не нужен да они готовы акционерам какую-то часть прибыли оставлять время выплачивать форме дивидендов ну то есть это какие-то крупные такие масштабные бизнесы у них нет уже необходимости что-то инвестировать да какая-то инвест программа есть но не все сто процентов денег на это тратится и в этом случае вы получается реинвестируете в эти компании с другой стороны если придерживаться исключительно этой стратегии то тогда человек который придерживается этой стратегии он бы отказался от покупки фейсбука когда был айпио он бы отказался от покупки амазона он бы отказался от покупки гугла потому что это компании которые развиваются активно которые может быть сейчас или предыдущие 3 5 лет они не платили акционерам дивидендов у них было активное развитие да и в этом случае получал получалось что акционеры сами говорили окей ребят не надо мне платить никаких дивидендов если вы инвестируете инвестируйте да то есть инвестируйте в новые направления новые бизнесы и я отказываюсь планомерно сейчас от дивидендов чтобы завтра цена всего бизнеса выросла да я заработаю как раз таки не с дивидендов а я заработаю с курсовой стоимости и когда человек уходит только то есть для себя решает что я остаюсь только в дивидендных историях я инвестирую только в компании стоимости то в этом случае он отказывается от компании роста которые сейчас да у них чистая прибыль небольшая но тем не менее у них есть хорошая идея у них есть хорошая бизнес модели где они развиваются и в будущем они стоят дороже и поэтому люди которые исследовали концепции дивидендных аристократов я по опять-таки про америку сейчас говорю они отказываются от покупки акции роста я просто вот могу привести пример сравнить газпром и яндекс например то есть газпром уже крупный да то есть месторождение него есть инвестиционная программа по строительству нового газопровода в принципе уже новую не развивают и в этом случае получается что есть вероятность того что если мы выбираем с позиции дивидендной доходности то в этом случае на яндекса смысла не смотреть яндекс вообще дивидендов никаких не платит и поэтому опять очень усугубляю сейчас ситуацию да вот я говорю человек хочет получать дивиденды тогда лучше покупай газпром если ты понимаешь что у яндекса в ближайшие там 35 лет появится беспилотные автомобили если ты свой день начинаешь с проверки почки на яндексе если поиск яндекса если у тебя бизнес таргетированная реклама настраена на яндекс и на гугле то есть количество яндекса в жизни очень много да абсолютно соглашусь то есть и недвижимость там смотрим и карты используем и почтовые сервисы и бизнесе применяется и доставка еды и понятно и логично что у яндекса очень много направлений куда инвестировать и поэтому акционеры соглашаются сейчас не получать но в дальнейшем вырасти и можно да можно принять решение остаться исключительно с акциями газпрома и не купить портфель яндекс но при этом я для себя говорю что у меня в портфеле будет и того и другого при этом для меня очень просто да то есть когда люди задают вопрос а чего и сколько должно быть я всегда говорю что акции стоимости которые платят дивиденды должно быть у вас в портфеле столько сколько вам лет акции роста должно у вас быть столько но вычитаем из 100 то есть условно мне 38 лет соответственно получается 38 процентов у меня в портфеле должно быть акции стоимости которые выплачивают дивиденды 62 процента у меня должно быть акции роста да которые сейчас может быть дивиденды не выплачивать но они в дальнейшем могут очень хорошо выстрелить когда мне будет 70 лет акции стоимости у меня будет 70 процентов акции роста будет 30 процентов если Если я формирую портфель для ребенка, которому 5 лет, то у него сейчас нет необходимости включать большое количество акций стоимости, потому что, как правило, компания, которая платит высокие дивиденды, потенциал роста у них ограничен, и в данном случае рост будет за счет реинвестирования полученных дивидендов. У меня в портфеле Яндекса условно должно быть 62%, как мы посчитали, у ребенка, которому 5 лет, должно быть 95% акций Яндекса, потому что, опять-таки, в долгосроке он может выстроить. И поэтому это очень простая философия, которую я стараюсь там и в курсах преподавать, когда люди задаются вопросом «А чего и сколько должно быть?». Считайте, применяйте, все очень просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова